В следующем году компания «Фасагра» планирует выйти на объем производства 10 миллионов 700 тысяч тонн апатитового концентрата. Рекордный показатель со времен Советского Союза. Не менее амбициозны социальные проекты. Среди них клиника-диагностическая лаборатория, молодежно-культурный центр «Дротс Хибины» и панорамный ресторан на горе Аюкай-Венчор. Генеральный директор компании «Фасагра» Андрей Гурьев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис проверили готовность к открытию клиника-диагностической лаборатории. Она создана в кратчайшие сроки на базе медицинского центра «Тирвас». Средства на строительство в размере 23 миллионов рублей выделены компанией «Фасагра» в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с правительством Мурманской области. С помощью современного оборудования можно проводить 500 исследований в день, в том числе на ковид. Мы в лаборатории отлицензировали с Роспотребнадзором достаточно быстро. Мы даже раньше открылись на неделю, чем планировали. Все идут на встречу, все помогают, все понимают важность вопроса. Поэтому здесь, наоборот, большое спасибо области, большое спасибо Министерству здравоохранения. Для компании нам тоже очевидно, что нужно будет в этом году сделать три вакцины фактически. Это грипп, пневмокок и, конечно, от ковида. Официальные гости на строительной площадке комплексного молодежно-культурного центра «Дрост Хибины». Проект «Детям России. Образование, здоровье и духовность» – один из ключевых элементов стратегии социальной ответственности компании. Капитальный ремонт здания планируют завершить к новогодним праздникам. Здесь будет большой спортивный зал для игровых видов спорта, зал художественной гимнастики, он же это большая часть, зал самбо. Будет зал хореографии, тренажерный зал, адаптированный для детей. Это будут спортивные восстановительные центры, где будет проходить мониторинг здоровья детей по программе «Народный спортпарт». Это будут методические кабинеты по типу open space, где будут собираться наши волонтеры, молодежные советы по фотоаппатитам, будут мастер-классы. Еще один объект, который вызывает интерес, пожалуй, даже за пределами нашего региона – ресторан на горе Алькуа-Венчор. Он будет открыт круглый год. Главной его особенностью станет панорамно вид на Хибины и Кировск. Уникальный ресторан обещают открыть к следующему Дню горняка. Отдельно вот эта терраса, мы сейчас на нее тоже выйдем, я покажу, она будет общего доступа. И самое главное, очень важно, на горе мы сделали достаточно большое количество санузлов, они тоже будут общего доступа. Еще раз говорю, хочу поблагодарить компанию за такие, ну, по-настоящему партнерские отношения, очень большое внимание к социальной сфере и отклик, отклик и огромную поддержку при вот самых таких тяжелых ситуациях, как, например, тема коронавируса. Ни одна из социальных программ компании «Фасагра» не будет приостановлена. О готовности продолжать работу в этом направлении журналистам сообщил генеральный директор Андрей Гурьев. Для нас это и для меня лично является ключевым приоритетом, поэтому, конечно, мы будем улучшать город, будем улучшать городскую следу, будем развивать горнолыжный курорт и будем развивать нашу компанию. Инфраструктурные проекты в Кировске и других городах в присутствии компании – важная часть социальной политики «Фасагра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова